Футбольный клуб Рубин представляет Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию последний выпуск программы «Неделя Рубина» в 2011 году. Я ее ведущий Роман Титов. Сегодня мы подведем некоторые итоги уходящего года, главным из которых будет выбор лучшего игрока Рубина. Для начала немного новостей. В руководстве Рубина произошло кадровое изменение. Исполнителем директором клуба назначен Александр Айбатов, который работает в клубе с 1999 года. Сначала он занимал должность старшего администратора, а с 2002 года – пост начальника команды. Георг Денис Карадениц, полузащитник нашей команды, подтвердил свои слова, данные импрессии около двух недель назад. Он продлил контракт с Рубином до 31 мая 2015 года. Пожелаем удачи любимцу казанской публики и новых побед с командой. На прошлой неделе болельщики Рубина выбирали самый красивый гол нашей команды в 2011 году. Голосование проводилось на официальном сайте клуба, а также официальных страницах в социальных сетях. По мнению большинства поклонников красно-зеленых, гол Александра Рязанцева ворота московского «Динамо» в 28-м туре чемпионата страны получился самым зрелищным в сезоне. Ненамного от него отстали в голосовании голы «Натхо» в том же матче со штрафного и выстрелы «Ансальди» в ворота «Твенты» в начале года. А в пятницу стартовало голосование за звание лучшего игрока Рубина в 2011 году. Сегодня мы подводим его итоги. Выбор лучшего игрока Рубина 2011 года выдался захватывающим. До последнего дня не было окончательно ясно, кто же победит в голосовании. Рубин ТВ предложил пять кандидатур. Это Гюкдениз Кардиниз, Сальваторе Бакетти, Александр Рязанцев, Кристиан Нобо и Бибра Снатко. По нашему мнению, именно из них кто-то достоин звания лучшего. Все они провели достаточно стабильный сезон и в значительной мере повлияли на успехи команды. Итак, выбор болельщикам сделать было нелегко. Если на официальном сайте превосходство Гюкдениза Кардиниза было очевидным, то в социальных сетях болельщики голосовали в основном за Бибра Снатко. Два этих игрока действительно являются лидерами Рубина, и по праву итоговая борьба развернулась между этими полузащитниками. Посчитав все голоса, мы подводим итог голосования. С отрывом менее чем в 50 голосов, по мнению большинства болельщиков, лучшим игроком Рубина 2011 года признан Бибра Снатко. Поздравляем 66-го номера казанской команды с этим заслуженным званием. Сегодня состоялась предпремьера фильма Мурада Алиева «Команда». Первого полнометражного документального фильма о российском футболе, в основе которого лежат успехи Рубина последних лет. В официальном прокате фильм появится 15 января и будет показан в зале Рубин 3D кинотеатра «Магия кино». Давайте вспомним, что говорилось о Рубине в прессе в 2011 году. Итоги подводит Антон Бычков. Спасибо за новый Рубин. Пожалуй, именно этот баннер символизирует все отношение болельщиков к изменениям в команде в этом году. И тот факт, что этот баннер сделал объединение болельщиков с гостевой официального сайта, в какой-то степени символично. Именно гостевая официального сайта Рубина стала местом обсуждения игры команды, критики или предложения в адрес клуба. А главное, болельщики тем самым смогли объединиться. Также местом активных обсуждений стали созданные в этом году официальные странички команды в крупнейших социальных сетях, что, безусловно, привлекло внимание поклонников команды. Да и наш блог зачастую становился местом различных дискуссий. Безусловно, возросло внимание со стороны специалистов-аналитиков российского футбола. И кроме критики в адрес незрелищной игры Рубина, как это было раньше, теперь все чаще звучат положительные комментарии. Стали более открытыми к интернет-сообществу и сами футболисты Рубина, все чаще выходя на связь с болельщиками в социальных сетях. Ведь именно они и их жизнь и быт наиболее интересны поклонникам Рубина. Ну а нам же остается воплощать ваши желания и пожелания в реальность в следующем году. Антон Бычков, Александр Кучаев, Рубин ТВ. Рубин 10 января соберется на первом своем сборе в 2012 году в Турции. Место все то же отель Адора в Белеке. Совсем не за горами открытия нового сезона. В 2012 году нас ждет снова Лига Европы, а также продолжение переходного для всего российского футбола сезона. Нас ждет становление и укрепление Казанского Рубина, новые голы, победы и успехи команды. Давайте продолжать и в новом году, также ярко поддерживать всеми нами любимый коллектив. Рубин ТВ вместе с командой уходят на зимнюю паузу. В этом году вас ждут еще несколько сюжетов, а все остальное в новом 2012 году. Редакция Рубин ТВ поздравляет всех зрителей с наступающим Новым Годом. Желает вам новых успехов и ярких побед. Весь год с вами был я, Роман Титов. С Новым Годом! Увидимся на футболе! Редакция Рубин ТВ Продолжение следует...